картинка средние века эталон красоты и вот слово целлюлит то есть целлюлит это конечно же не научное название то есть вообще-то научное название вот они тут приведены геноидная липонистрофия отечно фиброзная паникулопатия узелковый липосклероз паникулез это все об одном и том же но если мы напишем допустим в карточке отечно фиброзная паникулопатия не дай бог клиента наша прочитает она потому что она умирает наверное что там конечно целлюлит как бы нам проще хотя это абсолютно не научный термин и на самом деле вообще как бы еще в 20-х годах французы как бы вот это состояние кожи называли апельсиновой коркой то есть они как бы ввели это вообще-то понятие апельсиновой корки в 1973 году журнал волк свою свое время напечатал статью николь ранса она была владелицей нью-йоркского салона красоты и она впервые применила вот это термин целлюлит эти комочки и шишечки бугорки от которых они могли избавиться раньше и термин настолько прижился и вот и все пользуются и всем понятно что это потому что сказать что там геноидная липодистрофия звучит как-то так немножко устрашающе ну вот таким вот образом как бы выглядят как дети видели то есть вот здоровая кожа клетки небольшого размера и они ограничены соединительной тканой перемычки скажем при целлюлитии клетки во-первых увеличивается в размерах а соединительно тканые перемычки они теряют свою эластичность растяжимость и не как бы ограничивая и куда уходить избытку объема он выходит вверх и вниз то есть вниз мы видим потому что это просто сопровождается с давлением сосудов но эстетически мы этого не видим а вверх когда выпячиваем получаем углы на кожу угол наклона этих перемычек у женщин и мужчин вот следующий слайд он разный то есть у мужчин действительно вот угол есть там 40 45 градусов а у женщин эти перемычки перпендикулярно располагаются поэтому когда увеличивается размер вот этой жировой дольки у мужчин за счет вот этого углового расположения соединения ткани бугры менее а у женщин так как перпендикулярно мы видим всю красоту этих бугров хотя в мужчин целлюлит он тоже есть но просто он менее заметен скажем так вот женская складка мужская жировая складка она более как бы широкая более длинная растянутая но она более сглаженная скажем так а у женщин это рельефность такая есть факторы которые влияют на развитие целлюлита в принципе мы их уже как бы там частично раз собрали то есть гормональный дисбаланс нарушение режима питания недостаток движения а также хронические стрессы вот от чего растет живот да от нервов потому что вестеральный жир растет значит теории возникновения целлюлита я думаю мы их не будем сильно рассматривать то есть увеличивается объем жировых клеток деградация соединительно ткани в перемычек воплощений и нарушение кровообращения скажем тогда и это все связано с гормональными на фоне гормональных перестроек на период гормональных перестроек ты увидишь часто и стартуя красивые такие красивые слайды я старалась здоровая кожа вот мы видим маленькие клетки да и вот увеличенные клетки соответственно мы видим и пережатые сосуды потому что вниз это переживает сосуды есть такое понятие как индекс массы тела который мы должны обязательно считать не лениться читать его элементарно допустим по формуле вес килограмма делим на рост метров квадратных получили получаем цифру что значит вот примеру вес килограмм допустим вес 70 килограмм делим на рост допустим метр 72 метр 70 70 килограмм рост метр 70. что мы подставляем формулу формулу подставляем 72 килограмм 72 и делим на метр 70 метров квадратных это я сейчас запишу наверно можно